Привет всем интересующимся электромобилями из Поднебесной! Вы на канале ElectroCar – доставка электромобилей из Китая в СНГ. В первом февральском выпуске новостей мы расскажем вам о новой модели от ZK, о китайских электроавто, которые стали лучшими в серии краш-тестов от Euro NCAP, а еще об одном электрокроссовере, который вошел в топ-10 авто в Китае по версии престижной премии. Уверены, вам будет интересно, поэтому начинаем! Третий электромобиль в линейке ZK уже готовится к выходу на рынок. Он получил порядковый индекс 003, то есть третий в семействе. Но стоит сказать, что это еще не название, так как пока что на всех видео новинка имеет табличку с надписью ZKX. Напомним, что бренд уже продает лифтбэк с названием 001 и минивэн ZK009. Новая модель выступает в сегменте компактных кроссоверов. Его длина 4 метра 45 сантиметров, ширина 1 метр 83 сантиметра, высота 1 метр 57 сантиметров, колесная база 2 метра 75 сантиметров. В интерьере отметим то, что безрамочные двери стали еще и безручечными. Для открытия двери нужно нажать на миниатюрные кнопки на стойках крыши. Они и дают команду электрозамкам открываться. Ходовые сделаны из 41 светодиода, под ними расположены основные матричные фары. Боковые зеркала имеют безрамочную конструкцию. У пятой двери два стекла. Верхняя расположена почти горизонтально и фактически является продолжением крыши. Интерьер пока что можно рассмотреть только на неофициальных фотографиях. Салон выполнен в духе минимализма. Есть два экрана и минимум кнопок. Технические данные пока что не озвучены. Понятно, что в основе кроссовера Zico X лежит модульная платформа Sustainable Experience Architecture. Она является базой для большинства моделей автохолдинга Geely, которому и принадлежит марка Zico. Премьера кроссовера X состоится весной. Вначале он дебютирует в Китае, но и европейский рынок также скоро увидит эту модель. Организация Euro NCAP назвала самые безопасные автомобили по итогам краш-тестов 2022 года. Сразу скажем, что из пяти моделей победителей двое являются представителями китайского автопрома. Чтобы стать лучшим в категории, претендент должен был набрать максимальное количество баллов в каждом из типов тестов, которые определяли защиту взрослых пассажиров, защиту детей, защиту пешеходов и работу электронных ассистентов. Безопасность машины вычислялась в процентах, максимум это, конечно, 100%, а затем полученный показатель переводился в количество звезд, то есть наивысшая оценка это 5 звезд. В итоге лучшие результаты показали 5 машин в 6 различных категориях. Электрический седан Tesla Model S победил в двух номинациях – лучший представительский автомобиль и лучший электромобиль. В категории компактный кроссовер победу одержала еще одна модель Tesla, но уже с буквой Y в названии. В категории лучший большой кроссовер первое место у китайского подключаемого гибрида WayCoffee 01. Эта модель премиального суббренда концерна Great Wall сумела обойти японский Lexus RX. Второй китайской моделью в этом рейтинге стала Oro Funky Cat. Она победила в категории компактный семейный автомобиль. Разбавил этот американо-китайский подиум южнокорейский электрический седан Hyundai Ioniq 6. Он получил больше всех баллов в номинации «Большой семейный автомобиль». Нам приятно обратить ваше внимание на то, что в Беларуси вы можете прямо сейчас заказать любой серийный электромобиль от BYD, X-Pen или NIO, а также десятка других автопроизводителей из Поднебесной. И сделать это просто вы можете на сайте ElectroCarBuy. Мы предлагаем выбор только среди проверенных моделей, поэтому на многие из них мы уже сделали обзоры. Смотрите наши сюжеты на этом канале и выбирайте свой электромобиль из Китая. Прямая ссылка на сайт в описании к этому видео. Веб-сайт CleanTechnica тоже подвел итоги за прошлый год. Он определил топ-5 производителей электромобилей по итогам продаж во всем мире в 2022. Основная борьба за то, какая компания продает больше всех электромобилей, шла между Tesla и BYD. Первое и второе места соответственно. При этом компания Маска немного потеряла в темпах продаж, а самый дорогой автопроизводитель Поднебесной наоборот немного прибавил. В редакции сайта отмечают, что если эта тенденция сохранится, то BYD обойдет Tesla по количеству проданных электромобилей уже в третьем квартале этого года. Китайский концерн SAIC занял третье место. Он имеет приблизительно 10% всего мирового рынка. Volkswagen Group занял четвертое место и у него 7,5% продаж во всем мире. Пятое место, как видите, у концерна Gili, а концерн GIC с долей рынка 4% занял седьмое место. В Китае началось серийное производство премиального электромобиля Voya Juicuang. Первые экземпляры уже сходят с конвейера и сразу же отправляются в шоурумы по всей стране. Его длина чуть больше 5 метров, а колесная база 3 метра ровно. Седан построен на той же модульной платформе Electric Smart Secure Architecture, что и первые две модели. Передняя подвеска – это двухрычажная система, а сзади – многорычажка. Также в седане установлены пневмобаллоны с регулируемым ходом 65 мм и адаптивные амортизаторы. Электромобиль имеет полный привод благодаря двум моторам на обеих осях. Передний электродвижок выдает 157 кВт или 218 лошадиных сил, а задний – 215 кВт или 292 лошадиных силы. Как вы понимаете, общая мощность – 372 кВт или 510 лошадиных сил. Максимальная скорость благодаря двум движкам – 210 км в час. Время разгона до сотни – 3,8 секунды. В пару электромоторам есть два варианта батареи. Первая емкостью – 82 кВт-часа, ее заряда хватит на 580 км пробега. Подсчет проводился по циклу CLTC. Версия с маркировкой Long Crunch имеет батареи емкости 109 кВт-часов. Авто с такой батареей на одном заряде проезжает 730 км. Лидер среди автомобилестроительных компаний в КНР BYD готовит к выходу на местный рынок электрический хэтчбэк Seagull, что в переводе значит «Чайка». Из названия понятно, что электромобиль станет очередным представителем семейства Ocean. Оно уже состоит из электро-хэтча Dolphin и электро-седана Seal. Чайка получит один электромотор. Его мощность – 55 кВт или 75 лошадиных сил. Несмотря на это, обещана максимальная скорость – 130 км в час. Данных о емкости батареи и запасе хода пока что нет. В компании обещают, что официальная презентация пройдет в первой половине этого года. Китайский стартап Beiyong Ka представил концепт GT Opus 1. По мнению руководства, будущая серийная модель должна стать основателем сегмента супер-премиум электромобилей. Дизайн экстерьера разработал бывший главный дизайнер Skoda и Bentley – Дирк Ван Брекель. Серийная версия Gran Turismo Opus 1 получит батарею емкостью 130 кВт-часов. При этом конструкция авто предусматривает возможность быстрой смены аккумулятора. Каких-либо других особенностей руководство стартапа пока что не рассказало. То есть, пока нет никаких технических характеристик даже для концепта, не говоря уже о серийном авто. Несмотря на это, серийная версия автомобиля дебютирует на автосалоне в Шанхае. Представители компании утверждают, что производство GT Opus 1 начнется еще в 2023-м, а поставки клиентам стартуют уже в начале следующего года. Модель уже оценивается примерно в 1 миллион юаней, это приблизительно 145 тысяч долларов. В первом выпуске новостей из электромобильного мира Китая мы рассказали вам о том, что модель Li L9 получила звание «Автомобиль года» по версии престижной местной премии Xuanyuan Award. По-китайски «Чонг Куо Диан Ши Цинь Ин Дианг». Также мы вам обещали рассказать о моделях, которые вошли в топ-10 лучших легковых машин в Китае. Напомним, что это Xpeng G9, Ato M7, Аватр 11, Смарт номер 1, Чанган SL03, Нио ИТ-5, Ди Кэ 001, Войе Дриммер. Завершает список модель R7 от марки Feifan. О ней мы рассказали в одном из январских выпусков новостей. Сегодня же в наш объектив попала модель от Xpeng. Внедорожник G9 стал самой технологичной моделью в линейке электромобилей Xpeng. На данный момент у компании из конвейера сходят 4 серийные электромодели. Компактный кроссовер Xpeng G3, который уже получил рестайлинг. Флагманский седан Xpeng P7 в разных модификациях. Доступный седан Xpeng P5 и новинка рынка – большой кроссовер Xpeng G9. В длину кроссовер вытянулся на 4 метра 89 сантиметров. Колесная база – почти 3 метра. В начальной комплектации модель получила один электромотор мощностью 230 кВт или 313 лошадиных сил. В полноприводной версии, само собой, по электродвижку на оси. Они выдают совместно 405 кВт или 551 лошадиную силу. Батарея для двух версий – одна, ее емкость – 98 кВт-часов. Базовая модификация проедет на одном заряде 702 км, а полноприводная версия – 650 км, согласно методике подсчета CLTC. Максимальная скорость, ограниченная электроникой, на 200 км в час. Xpeng Motors также отработала на этой модели технологию сверхбыстрой зарядки. Благодаря ей Xpeng G9 может заряжаться 5 минут, но при этом получить электричество, достаточного для преодоления 210 км. Но такая возможность передавать постоянный ток с повышенной скоростью есть только у зарядных станций с индексом S4. Такой суперчарджер выдает максимальную мощность постоянного тока 480 кВт, а максимальная сила тока – 670 А. Для сравнения, зарядное устройство Supercharger V3 от Tesla выдает 250 кВт и силу тока – 631 А. Как вам такие электромобильные новости из Китая? Мы рады вашему вниманию и благодарны за лайки под этим видео. Также мы прочитаем все комментарии. Ваше мнение для нас очень важно. А пока до встречи в следующем новостном выпуске на канале ElectroCar – доставка электромобилей из Китая в СНГ. Продолжение следует...